Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины 2004-2020 годов. Прямо сейчас с нами на связи. Обсудим, что же сейчас происходит с Черноморским флотом Российской Федерации. Андрей Алексеевич, доброе утро. И как вы считаете, сейчас каким образом, кроме того, как прячет Российская Федерация, пытается, по крайней мере, свой флот, остатки точнее его, как сейчас защищается она от украинских дронов в том числе? Что-то уже придумала, серьезное, к примеру? Доброе утро. Действительно, сейчас Черноморский флот России находится в стадии операционного сковывания такого. То есть, в принципе, силы есть, а сделать они могут немного. Хотя, в принципе, ситуация для нас остается такой же, в общем-то, опасной, как от которой она была на начало войны. Действительно, угрозы десанта сейчас нет. Вот высадки его на побережье Черного моря. Но у нас остается заблокированным фактически северо-западная часть Черного моря. Судоходства там нет. И 80% побережья нашего Черного Азовского моря в руках противника. И тут действительно ситуация такова, что россияне заблокированы в портах. Но наши силы не позволяют нам идти дальше. Значит, что касается россиян, действительно, треть кораблей боевого ядра была уничтожена Благодаря вот этим новым инновациям использования дронов, которые были в основном разработаны Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки во взаимодействии с ВМС и ударами крылатых ракет, которые нам передали партнеры. Ну, тут нужно смотреть просто, в общем-то, военные наши, они использовали такую критическую слабость кораблей противника, которые, ну, старые корабли, они еще в советской постройке, в основном за исключением, может быть, одного или двух, ну, я имею в виду среднего класса и больше, которые были уничтожены или сильно повреждены. У них слабая система ПВО, слабое техническое оснащение для того, чтобы малоразмерные цели и средства воздушного нападения обнаруживать. Поэтому, действительно, была грамотно спланирована операция, и корабли были, ну, по ним был нанесен удар, они или уничтожены, либо повреждены были. Ну, сейчас противник находится в пунктах базирования, треть кораблей находится в Новороссийске, там находятся самые новые корабли, ракетоносители и подводные лодки, и вот этот единственный новый десантный корабль Петр Маргунов тоже там находится. Корабли, которые постарше находятся в Севастополе, их там находится где-то порядка половины, наверное, числа тех, которые, ну, входят в состав Черноморского флота. Такое большое количество обусловлено тем, что много кораблей обеспечения и судов. Они, в общем-то, тоже старые. Ну, если на начало года, вернее, на начало войны, 40-45 кораблей, судов, катеров российских, они выполняли задачи военных действий против нас, то сейчас мы знаем, что часто, чаще всего в море вообще никого нет. Действительно, они побаиваются вот этих вот морских дронов, значит, использования которых мы научились достаточно эффективно действовать по их кораблям. После того, как был снят главком ВМФ России и командующий Черноморским флотом, приезжал в Севастополь шайгу министр их и провел там очень серьезный инструктаж. Я так думаю, сейчас они каким-то образом пытаются организационно, плюс технически, возможно, лучше подготовиться для борьбы вот с этими ударами морских дронов и кроватых ракет. Опять же, они, ну, серьезно, в общем-то, достаточно стараются усилить противовоздушную оборону портов. Мы знаем, что наши силы обороны периодически наносят удары, уничтожают системы ПВО, как недавно, две недели назад, например, на Тарханкуте, в районе, ну, там, ближе к Джанкою. Но, в общем-то, они постоянно, ну, по крайней мере, работают над тем, чтобы эти системы заменить. Другое дело, что их не так много остается в Российской Федерации. Системы забирают даже с Калининградской области, что для них, в общем-то, критично тоже. Вот, поэтому ситуация такова, что сейчас, да, в общем-то, в море наблюдается затишье такое относительное. Хотя, опять же, пару недель назад, вот, первый раз за полгода две подводные лодки выпустили 8 ракет Калибр по Украине. 6 из них было сбито, а вот, две нет. А так, в общем-то, в основном они в пунктах базирования. Ну, очень внимательно следим, потому что ситуация может измениться быстро. Идею захвата побережья Черного моря они вынашивают до сих пор. Планы такие есть. Для этого они держат эти десантные корабли. Ракетные корабли, опять же, 8 кораблей в Новороссийске и подводных лодок. Один в Севастополе. Вот, была информация про то, что они там, якобы, собираются усилить ракетными кораблями. Вот, в мае месяце два корабля спускают на воду в Зеленодольске. Ну, их судьба, по всей видимости, в общем-то, не очень перспективная в плане. Потому что им еще пару лет, наверное, строятся окончательно, учитывая технологичность, в общем-то. Ну, ситуация несколько замороженная, но тревожная. Поэтому мы смотрим, наблюдаем, наращиваем мускулы. Вот как раз аспекты закрепления успеха и попытка отогнать россиян, в целом, российских оккупантов от украинского побережья. Один из этого аспекта, который, собственно, и в том числе помогает, наверное, Украине удерживать определенную часть акватории Черного моря, это внутренняя российская бюрократия. Как раз в контексте и возможности построения судов, и в целом, вот целая линия бюрократических вопросов, которые необходимо решать. Эксперты, опрошенные Financial Times, говорят о том, что Украина уже шестое, либо седьмое, вот тут вопрос, либо шестое, либо седьмое поколение морских беспилотников уже выпускает. Уже над ними работают, уже это делают. В то же время, когда в России бюрократические процессы не дают быстро реагировать. Например, также строить такие же беспилотные аппараты морского типа для возможных атак. Правда, есть ли цели тут также для российских атак. Вот в этом аспекте что может помочь, как вы видите, закрепить этот успех? Возможно, предоставление со стороны союзников флота, если это реально, кстати. Ну, смотрите, первое, что касается бюрократии, действительно, бюрократия и коррупция сильно влияют на ВПК России. Скандалов было очень много, и они там стараются что-то как бы изменить, но не сильно это получается. Вот ряд проектов кораблей, например, они вложили туда большую сумму денег, вот, были вынуждены, значит, но потом вынуждены были отказаться. Опять же, там элементы были, значит, и коррупции, и, в общем-то, и бюрократии, и просто самого обычного воровства. Серьезно на них влияет то, что они сейчас потеряли возможность доступа до технологий западных. Вот, например, недавно было исследование украинского агентства одного про то, что строится корабль исследовательский, фактически это разведенный корабль для ГУГИ, Главного управления глубоководных исследований. Там вся аппаратура на нем стоит иностранная, причем западного производства. И получается парадокс, что эти нефтедоллары, которые идут с запада, Россия покупает у запада аппаратуру, ставит на корабли свои шпионы и шпионит за западом. Ну, в общем-то, слава богу, что с этим разобрались, и аппаратуры больше не будет. Поэтому есть внутренние проблемы в России, но, кстати, они есть и в Украине, потому что вот эти дроны, дроны Камикадзе были известны у нас, и Камикадзе, и другие дроны, за пять лет до войны, до начала активной фазы войны. И, в общем-то, к сожалению, нашим отечественным инженерам не удалось убедить тогда нашу промышленность. Я имею в виду морские дроны и руководство Минобороны, и многие из них просто уехали за рубеж. Сейчас за рубежом вот эти дроны строят. Что касается наших конкретных дел, нам нужно сейчас, в общем-то, наращивать наши силы на море, надводный флот. Передочередные задачи, они должны решаться в северо-западной части Черного моря. Этот район очень небольшой, он мелководный. Но тут нужно нам выполнить две основные операционные задачи. Одна называется СИК-контрол, это контроль морской делянки. Вторая называется СИД-Наев, это недопущение противника выходу в этот район, чтобы они наносили удары ракетные, блокировали судоходство и так далее. Для этого, в принципе, можно эту задачу решить путем использования небольших платформ, катеров до, возможно, 50 метров, на которых стояло то же самое оружие, что на кораблях среднего и большого класса. Это икраты, ракеты, возможно, тропеды, артиллерия, системы ПВО. И сейчас технологии позволяют это делать, потому что оружие сейчас очень компактное, и технические системы также. И вот эти небольшие катера можно перебрасывать на наше побережье без справедливо Босфор, то есть с другими средствами транспорта. Вот сейчас я посмотрел недавно в Фейсбуке, Эстония передала нам два катера небольших, как раз вот таких патрульных. Один назвали Ирпень, второй назвали Рени. Вот как раз эти очень нужные такие катера, которые могут осуществлять патрулирование, возможно, противоминные мероприятия, высадку против диверсионных групп на острова Косы и так далее. Насколько мне известно, вот эта коалиция морская, которая сейчас сформирована под руководством Великобритании, которая сейчас помогает нам усилить наши морские силы, морские возможности, как раз в этом направлении работает. То есть это москитный флот. То есть это будет несколько десятков вот таких катеров, которые будут осуществлять задачи контроля морского участка, противоминные действия, противодиверсионные, противодесантные, высадки на Косы острова, зачистка побережья, взятие под контроль. В перспективе, я думаю, что должны быть еще ракетные катера, которые бы увеличили плечо действия, вот это ударное. Потому что сейчас наши береговые системы, ну они могут достреливать максимум до Крыма. А ракета, в принципе, ну опять же, много сейчас дискуссий идет. Уже за кордоном, действительно, опыт наш, он такой достаточно интересный по дронам. Но дело в том, что все больше и больше склоняются к тому, что современные артиллерийские ракетные системы все равно их не заменят дроны. Дроны могут быть очень хорошим приложением к этому, но вот эти системы, они все равно будут развиваться. Это умное оружие, это оружие быстрое. И поэтому тут вот просто уповать только на одни дроны ни в коем случае нельзя. Поэтому нам сейчас нужно думать на перспективу, как первое, освободить воды нашего суверенитета, это северо-западная часть Черного моря, вернуть под контроль все утраченное морское побережье, а потом думать о том, как защищать интересы страны, но уже в принципе дальше. Потому что у нас перспективы экономики таковы, что она ориентирована и на экспорт, и на импорт. И вот эти суда, 90% наших вот этих всех операций, они осуществляются как раз по морю, и эти районы нужно защищать. Поэтому все в комплексе должно сейчас это уже обдумываться с приоритетом, естественно, на задачи первичные. Это задачи в ближней морской зоне, вот эта северо-западная часть Черного моря, северная часть Азовского моря. Вот хотелось уточнить, россияне готовят спуск на воду двух кораблей, которые войдут в состав Черноморского флота. Значит, на Зеленодольском заводе под Казанью завершают строительство малого ракетного корабля проекта «Каракуд». Он является носителем калибров. И также тут говорится о том, что в принципе два года где-то должно пройти от спуска на воду и зачисления в Черноморский флот. Также идет речь о патрульном корабле типа Василий Быков. Собственно говоря, это такой маленький, с минимальным количеством вооружения катер. Как вы считаете, как часто могут себе позволить российский, скажем так, Черноморский флот себе такие корабли строить и спускать на воду? Ну и вот что делать? Будет ли куда спускать в том числе? Потому что вот Эстония предлагает заблокировать для России еще и Балтийское море. Мы понимаем, что возле морских границ Украины эти корабли новые точно не поплавают. Ну и вот Балтийское тоже пытаются закрыть. Ну, такие корабли могут перейти в Черное море без Балтийского. Они идут по реке Волга, значит, выходят на... Ну, потом переходят через канал по Дону и приходят в Азовское море, а с Азовского моря поступают Черное, заходят в Черное море. То есть Балтийское море, конечно, в Сен-Сенсе есть там прикрытием возможность проводить операции. Оно им очень важно и с экономической точки зрения. А Эстония и Финляндия действительно имеют возможность сделать это даже легально, если они увеличат свои, значит, территориальные воды еще прилежащей зоной на 12 миль каждая. То есть, да, они просто перекроют доступ России в Финский залив. Вот тут вот эти по два корабля, которые вы сказали, действительно, они очень долго строятся уже, особенно вот этот Виктор Великий, это вот этот патрульный корабль, он уже строится 8 лет. Он по своим размерам, он 10 раз меньше крейсера Москва, а строится уже в два раза дольше по времени. Он уже 8 лет строится. И непонятно сколько. И на счет два года точно будет строиться. Ну, корабль это достаточно, в общем-то, большой. У него тысяча тонн. Другое дело, что, как правильно вы говорите, у него не очень много оружия, вернее, вообще нет. Не было, вернее. Сейчас на новый корабль они поставили ТОР-систему в корме. Ну, так чуть-чуть. Ну, это крайний корабль, больше они таких строить не будут. Они признали их, ну, что они не очень, ну, неудачные они. Особенно подведение классических боевых действий. А вот корабль, который, Каракур, то вот тут, в принципе, ну, есть, он может угрозу нести, однако, опять же, ну, я думаю, что он будет еще пару лет строиться, пока придет состав флота российского. Плюс, тут нужно сказать, что у них сейчас серьезные ограничения по электронике, потому что, ну, вся электроника современная, на корабли, на самолеты российские. Все самолеты СУ с американской и с другой западной электроникой. Там своей у них нет. Поэтому сейчас им в этом плане сложнее. Вот. Еще интересно, что на корабли, ну, вот эти ставятся дизеля. Раньше ставились немецкие дизеля, а потом начали ставить китайские дизеля. Очень проблематичные. Сейчас ставят российские. Тоже с этим проблема, потому что их надежность, она гораздо хуже, чем немецкие. И вот из-за этого и такие задержки. Ну, в итоге могу сказать, что, да, ну, следить нужно за вот этим строительством кораблей. А они, в принципе, россияне их могут строить, но очень скоро они на Черном море не появятся. А вот. Ну, те, что есть, они тоже, в общем-то, представляют угрозу. Они в залпе могут давать 90 ракет-калибр. Это Черное море и Каспийское. Анатолий Алексеевич, спасибо вам огромное. Андрей Рыженко, напомню, был с нами на связи, капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба военно-морских сил вооруженных сил Украины в 2004-2020 годах. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.